Сына, Сына, Духа, Аминь. Свидетель Анатолий Златоуст, послание к верующему отцу. Говорит о том, что неправильный взгляд на воспитание бывает причиной величайшего зла. Развращение детей часто происходит от безумной привязанности отцов к житейскому. Обращая внимание только на это и ничего не считая выше этого, они поневоле уже не родят о детях с их душою. О таких отцах скажу я, что они хуже даже детоубийц. Рассмотрим это подробно в слое. Можешь ли ты сказать, что сын твой или от тебя слышал, или сам узнал когда-нибудь, что клянущийся, хотя бы клялся и в правде, а оскорбляет Бога? Так же, что злопамятствующему спастись невозможно, или что злоречиво Бог подверг такому унижению, что даже воспретил ему читать Слово Божие. Так же, что гордеца и досадителя Господь низверг с неба и предал гиенскому огню. Или что взирающего на жену нецеломудренным оком осудил как действительного прелюбодея. А убеждал ли ты когда-нибудь сына своего убегать этого, столь обыкновенного у всех, греха осуждения ближних, навлекающего на нас самое тяжкое наказание, и сделал ли ему известными заповеди Христова об этом? Или сам ты не знаешь, что есть такие заповеди? Как же сын может исполнять то, касательно чего не знает законов и отец, который должен бы научить его? И если бы зло только и ограничилось тем, что родители не давали бы детям никаких полезных советов, тогда зло не было бы так велико. Но вот вы, родители, побуждаете детей еще и к противному. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не услышишь ничего другого, кроме таких слов. Такой-то, говорят, человек низкий и из низкого состояния, усовершенствовавшись в красноречии, получил весьма высокую должность, приобрел большие имения, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит. Другой говорит, такой-то, изучив латинский язык, блистает при дворе и всем распоряжается там. Иной опять указывает на другого, и все только на славных на земле. О прославившихся на небесах никто не вспомнит и однажды. Даже если другой и решится напомнить о них, его преследуют как человека, который все расстраивает. И так вы, когда внушаете это детям с юных лет, учите их ни другому чему, как основанию всех пороков, веселя и вселяя в них все самые неистовые страсти, то есть сребролюбие и еще более порочную страсть тщеславия. Каждый из них и порозень может извратить все, а когда они обе вместе вторгнутся в нежную душу юноши, то подобно соединившимся бурным потокам губят все доброе и наносят столько терний, столько песку, столько ссору, что делают душу бесплодную и не способную ни к чему доброму. Свидетели мне в этом могут быть и внешние писатели, ибо ту и другую из этих страстей не обе вместе, но каждую в отдельности, один назвал верхом, а другой главой зол. Но если сребролюбие и само по себе в отдельности есть верх и глава зол, то когда она соединится с другую, гораздо сильнейшую и жесточайшую страстью, то есть со словолюбием и вместе с нею вторгнутся в душу юноши, укореняться в ней, овладеют ею, кто тогда уже в состоянии будет истребить эту болезнь, особенно когда и отцы и делают, и говорят все не для того, чтобы ослабить эти злые растения, но чтобы еще более укрепить их. Кто так неразумен, что не усомнится в спасении воспитаемого таким образом сына? Великое дело, если душа, получив и противоположное наставление, избегнет разврата, но когда за все награду считаются деньги, и пример для соревнования представляются люди порочные, какая тогда надежда на спасение? «Пристрастившиеся к деньгам обыкновенно бывают и завистливы, и злонравны, и склонны к клятвам, вероломны и дерзки, злоречивы и хищны, бесстыдны и наглы, и непризнательны, словом, во всех отношениях злы». Достоверный свидетель этого, блаженный апостол Павел, который сказал, что слебролюбие есть корень всякого зла в жизни. 1 Тимофеев, 6 глава, 10 стих. «А прежде его тоже открыл Христос, возвещая, что порабощенный этой страстью не может служить Богу». Матфеев, 6 глава, 24 стих. Итак, если юноша увлечен будет в это рабство с ранних лет, то когда же он будет в состоянии сделаться свободным? Как может возникнуть из волн, которые, когда все толкает его, все погружает и ставит в неизбежную необходимость потонуть? «Ты думаешь, что сын твой легко может избегнуть дьявольского сетей, будучи молод, живя среди Египта, или лучше, среди воинства дьявольского, не слыша между тем ни от кого ни одного полезного совета, и видя, что все, а больше всех родителей и воспитателей ведут его к противному? Как же мог бы ты он сделать то? При помощи ли твоих увещаний, но ты наставляешь его противному и не позволяя ему вспомнить о любомудрии даже и во сне, напротив, постоянно занимая его душу настоящую жизнью и выгодами ее, только еще более содействуешь ее потоплению? Или сам собой спасется? Совсем нет, юноша сам по себе не имеет довольно сил к совершению добродетели, а если и породит он что-либо доброе, то это доброе скоро, прежде нежели возрастет, погибнет от сильного дождя слов твоих. Ибо как тело не может жить долго, когда питается нездоровой, но вредной пищей, так и душа, получая такие внушения, не может и помыслить о чем-либо добрым и великом. Нет, будучи так расстраиваемой и расслабляемой, постоянно измождаясь пороком, как какую-нибудь заразую, она, наконец, неизбежно низвергнется в гиенну и в тамошнюю погибель. Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить детей, приказываете им делать только то, что делая невозможно спастись. Вот посмотри, прежде всего, горе сказано смеющимся, Лука 6 глава 25 истых, а вы подаете детям множество поводов смеху, горе богатым, стих 24, а вы о том только и стараетесь, чтобы они разбогатели. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, 26 стих здесь же. И вы часто тратите все свое имущество из-за славы людской. Опять, поносящий брата своего подлежит гиене огненной. Матфея 5 глава 22 стих. А вы считаете слабым и трусливым тех, кто молчаливо сносит обидные речи от других. Христос повелевает отвращаться брани и распри. А вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. Он повелел во многих случаях вырывать око, если оно ведет козлу. Здесь 29 стих у Луки. А вы тех особенно и делаете им друзьями, кто только может дать денег, хотя бы и научил крайнему разврату. Он не позволил оставлять жену разве только за прелюбодеяние. 32 стих здесь же. А вы, когда можно получить деньги, приказываете не брегать и эту заповедью. Клятву он запретил совершенно. 34 стих здесь в Луки. А вы даже смеетесь, когда видите, что это запрещение соблюдается. Любящий душу свою, сказал Господь, погубит ее. Иоанна 12, 25. А вы всячески вовлекаете их в эту любовь. Если не будете прощать людям согрешения, говорит он, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфея 6, глава 15 стих. А вы даже попрекаете детей, когда они не захотят мстить о видевшем. И стараетесь скорее привести их в состояние сделать это. Христос сказал, что любящие славу постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню, все это делают без пользы. Матфея 6, глава 1 стих. А вы только и стараетесь о том, чтобы ваши дети получили ее. И для чего перечислять все? Если уже и сказанные пороки, не только все вместе, но и каждый сам по себе в состоянии приготовить тысячу гиен. А вы, сообразив все их вместе и возложив на детей эту невыносимую тяжелую ношу грехов, с нею посылаете их в огненную реку, то как же они могут спастись, неся столько пищи для огня гиенского? И худо не это одно, что вы внушаете противное заповедям Христовым, но и то еще, что нечестие прикрываете благозвучными именами, называя постоянное пребывание на конских ресталищах и в театрах светскостью, обладание богатством – свободою, словолюбие – великодушием, дерзость – откровенностью, расточительность – человеколюбием, несправедливость – мужеством. Потом, как будто еще мало этого обмана, вы и добродетель называете противными именами – скромность – необразованность, кротость – трусость, справедливость – слабость, смирение – раболепство, не злобие – бессилие. Вы будто боитесь, как бы дети, услышав от других настоящее название этих добродетелей и пороков, не убежали от заразы, ибо название пороков прямым и настоящими именами немало способствует к отвращению от них. Напротив, еще так сильно поражает грешников, что часто многие известные по самым бесчестным поступкам не могут переносить равнодушно, когда их называют тем, что они на самом деле есть. Но приходят в сильный гнев, раздражаются, как будто терпят самое ужасное зло. Так, если бы кто бесчестную женщину и развратного юношу назвал по этим срамным порокам, тот сделался бы непримиримым врагом их, как будто бы нанес им величайшую обиду. И не только эти люди, но сребролюбцы и пьяницы, гордецы и вообще все сделавшиеся самые важные преступления поражаются и оскорбляются не столько самим делом и мнением людским, сколько названием их по своим делам. А я знаю многих и таких, которые этим способом были образумлены и, слышав поносные себе названия, сделали скромнее по жизни. Но вы отнимаете у детей и это пособие к исправлению. И что еще хуже, внушаете им зло и не только словами, но и делами. Строите великолепные дома, покупаете дорогие поля, окружаете их прочим блеском и всем этим, как бы густым, каким облаком омрачаете душу их. Так чем же могу я убедиться, что им возможно спастись, когда вижу, что вы склоняете их к таким делам, за которые Христос определил неизбежную погибель, когда вижу, что вы о их душе как о чем-то ненужном не брежете, а о том, что действительно излишне заботитесь, как о необходимом и важнейшем, вы все делаете, чтобы был у сына слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об этом подумать не хотите. Нет, простирая до такой степени заботливость о дереве и камнях, души не удостаивайте и малейшей части этого попечения. Все делаете, только бы на доме стояла чудная статуя и кровля была золотая, а чтобы драгоценнейшее название душа была золотая, об этом помыслить не хотите. Далее, когда мы хотим детей ознакомить с науками, не только отдаляем препятствующие учения, но и доставляем им все, что содействует этому. Представляем к ним воспитателей и учителей, и сдерживаем деньги, освобождаем их от всех других занятий, и чаще, чем учителя на Олимпийских играх, кричим им о бедности от неучения и о богатстве от учения, делаем и говорим все и сами, и через других только бы довести их до окончания предлежащего им учения, однако же и при всем этом часто не успеваем, а скромность нравов и забота о честном поведении, по нашему мнению, придут сами собой, несмотря на столь многие к тому препятствия. Что может быть хуже этого неразумия? На самое легкое обращать столько внимания и забот, как будто бы иначе и нельзя успеть в этом, а гораздо труднейшим думать, что оно, как какая-нибудь пустая ничтожная вещь, придет к нам, хотя бы мы и спали. Ведь упражнения души, благочестивой жизни во столько раз труднее и тяжелее изучения наук, во сколько исполнять труднее, чем говорить. во столько дело труднее слово. Так что же разрушить нам, скажете, училище, не об этом говорю я, но о том, что как бы нам не разрушить здание добродетели, не погубить живой души, когда душа целомудрена, тогда не будет никакой потери от незнания красноречия, а когда она разрушена, тогда от нее величайший вред. Хотя бы язык был и весьма изощрен, и даже тем больше вреда, чем больше силы в слове. Ибо нечестие с искусством в слове производит гораздо более зла, чем необразованность. Для успешного занятия словесностью нужна добрая нравственность, а добрая нравственность не нуждается в пособии словесности. Можно быть целомудренным и без этой учености, но никто никогда не успеет в науках без добрых нравов, когда будет все время проводить в пороках и распутстве. Что будет нам доброго от знания словесности, если у нас расстроено будет самое главное? И что худого от незнания ее, коль скоро у нас устроено самое важное? Истинная мудрость и истинное образование есть не иное, что как страх Божий. И никто не думает, будто я предписываю, чтобы дети оставались невеждами. Нет, пусть. Кто поручится мне насчет самого необходимого, то есть благочестия, я не стану препятствовать детям изучать совершенство искусства красноречия. Когда, как тогда, когда колеблются основания и весь дом, все здания находятся в опасности упасть, было бы крайне бессмысленно и безумно бежать к штукатурам, а не к плотникам. Так опять было бы делом неуместной притязательности не позволять окрашивать стены, когда они стоят твердо и крепко. Будем прежде всего обучать детей благочестию, внушать им страх не тогда, когда они сделаются хуже, сделаются мужами, но наставлять и образовывать их еще в детстве. И апостол представляет детям учителей добродетели с начала и с самого юного их возраста, чтобы преградить злу, самый доступ к ним. Ибо не то самое лучшее учение, когда наперед допустить ко греху овладеть, потом ищут и средств и знать его. Но то, когда употребляют все усилия, чтобы сделать душу нашу недоступную для него. Посему увещеваю не только позволять другим обучать благочестию, но и самим помогать детям спасать ладью и стараться, чтобы она плыла попутным ветром. Ибо если бы мы все устроили себе такой образ мыслей и прежде всего вели детей добродетели, считая это главным делом, а все прочее предаточным, то отсюда произошло бы столько благ, что если бы я даже стал теперь перечислять их, меня почли бы хвастающимся. Если бы благочестие сделалось как бы законом и властью, если бы мы детей своих прежде всего наставляли бы быть друзьями божьими и учили больше всех и прежде всех прочих наук духовным, то прекратились бы все скорби, настоящая жизнь освободилась бы от бесчисленных зол. И что говорить о будущей жизни? Именно, что печали воздыхания удалятся Исайя 35 глава 10 стих. Этим мы наслаждались бы уже сейчас и здесь, ибо если бы не было в нас привязанности ни к деньгам, ни к пустой славе, если бы мы не боялись ни смерти, ни бедности, скорби считали бы не злом, но величайшим благом, не знали бы вражды независти, то не страдали бы ни от своих, ни от чужих горести, но род человеческий уподоблялся бы самим ангелам. Будем же делать все, чтобы оставить детей богатства благочестия, которое пребывает постоянно, сопровождает нас по смерти и может принести величайшую пользу не только здесь, но и там. Богатство мирское не перейдет в вечность вместе с людьми, но еще и здесь погибнет прежде их, а часто погубляет и своих владельцев, но богатство благочестия и здесь и там и само прибудет постоянно, и стяжавших его сохранит великой безопасности. Это действительно так. Кто земное предпочитает духовному, тот лишится и того другого, а кто стремится к небесному, тот наверное получит и земное. Это не мои слова. Но самого Господа, который обещает подать сии благо, ищите прежде, говорит он, царство Божие и правды его, и это все приложится вам. Матфея 6, глава 30, третий стих. Что может сравниться с этой честью? Заботься, говорит о духовном, а все прочее представь мне. Как сердобольный отец принимает на себя все попечение дом и управление слугами, всем прочим, а сыну советуют заниматься только любомудрием, так точно поступает с нами Бог. Будем же послушны, станем искать Царство Божие, и тогда и детей увидим везде почтенными, и сами прославимся с ними, насладимся и настоящими только возлюбим будущее небесное. Постараемся сделаться отцами доблестных детей, создателями христоносных храмов, попечителями небесных подвижников, укрепляя их, направляя и делая все к их пользе, чтобы и самим нам получить одинаковые с ними венцы. От Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава с Отцом и Цветным Духом ныне присно и во веки веков. Аминь.